итак друзья значит как вы знаете тема ждем пока господин топал подключиться к нам по skype пока мы с ним свяжемся европейское село да это тема или программа которая была предложена партии пас и которая направлена на развитие населенных пунктов инфраструктурные проекты различные гагаузия в том числе получила финансирование в рамках этой программы по поводу этой программы есть определенные ну скажем так претензии у оригинальных властей гагаузии обвинение госпожи влах в адрес правительство о том что правительство пытается использовать это как свой политический инструмент политический рычаг если в этом политическая подоплека ну я попытаюсь спросить у господина примара если господин примар у нас на связи господин топал господин примар антали здравствуйте добрый добрый вечер рад вас видеть господин примар не вижу кстати ну сейчас под наши коллеги постараются вывести меня на экран чтобы меня тоже видели и смен топал вот в тот день когда госпожа президент приехала в гагаузию у него была рабочая встреча и в том числе встреча с примарами вот мы об этой встрече мало что слышали мы больше видели ну скажем так больше обсуждала встреча с депутатами народного собрания скажите пожалуйста встреча с примарами прошла также горячо или там она была прошла более конструктивно знаете михаил я как-то месяца два назад на одной из передач дал себе зарок что я не буду больше комментировать действия определенных политиков регионального центрального масштаба потому что после этого очень много времени уходит для того чтобы давать им разъяснение что я имел ввиду отвечать на их реплики я одно хочу сказать что формат встречи ваш президента молдовы с руководством гагаузии с мировоз корпусом он должен был проходить нескольким нам русле то есть я считаю что должны были быть подготовлены вопросы по полномочиям автономии если мы говорим про депутатский корпус про руководство гагаузии давайте мы отделим потому что все-таки примарский корпус волновали несколько другие задачи потому что мы исполнительная структура и у нас другие задачи и мы более близки к жителям к чаяниям все-таки урок руководства гагаузии депутата это все-таки полномочия гагаузии хотя том числе и решение проблем у наших жителей, которые проживают в этой автономии. Поэтому на уровне их встреча должна была проходить, где должны были быть подготовлены вопросы, которые затрягивают непосредственно возврат полномочий, разграничение полномочий между центром и регионом. С чьей стороны должны были быть? Где президент четко могла понимать есть вопрос, есть ответ. То есть, вот такой четко поставленный вопрос даже, возможно, заведомо ставля президента очерчивать перечень вопросов, которые будут подниматься перед ней, чтобы она могла подготовиться и дать полный ответ по тем вопросам, которые будут поднимать Башкан в президенте народного собрания, нежели депутаты. Ну, то есть, вы считаете, что должны были депутаты прежде всего подготовить эти вопросы для того, чтобы беседа была более конструктивной? Я правильно понимаю? Тогда я считаю, что результат этой беседы был бы намного качественнее и можно было услышать конкретно ответы от высшего лица Молдовы. Ну, окей, а встреча с примарами как проходила? Были конкретные вопросы? Встреча с примарами проходила более, я считаю, что в спокойном русле, хотя мы, примары, не договаривались о каких-то заранее вопросах. Но наш спектр наших вопросов примаров, он, в принципе, я уверен, что пересекается. Допустим, я могу сказать на примере своем, я задал президенту три вопроса. Первый вопрос меня интересовал, вопрос, связанный с капитальной ремонтом дорожного участка Камрад-Чадерлунга, вопрос, который затрагивает все населенные пункты Чадерлунского района, частично Тараклийского района. Вопрос связан с развитием экономики, с открытием рабочих мест и в том числе получением средств для того, чтобы оказывать помощь малоимущим. Второй вопрос был связан с реформой местных органовласти, конкретно, когда у нас в Гагаузии упразднят районы, потому что моя позиция к примарочи Друнге, что сегодня наши районы это бесполезные, ничего не играют, никакой роли не играющие структуры. И третий вопрос был по поводу децентрализации финансовой. Суть в том, что когда выделяются спецтрансферты местного органовласти в молдавских, допустим, районах, каждая мэрия знает, сколько она получает на детские сады, на другие структуры. У нас эта цифра идет общая, единым на Гагаузию, написано АТО Гагаузия, и потом начинаются вот эти игры в управлении финансов, где мы примаром между собой ругаемся, так делать, что мы кому-то больше, кому-то меньше, а когда это будет четкий критерий, в том числе по отношению к мэриям Гагаузии, тогда мы можем говорить о том, что это справедливо, прозрачно и без никаких принципов свой примар или чужой, или немножко свой. Я получил ответы на все три вопроса. Но это внутренняя кухня Гагаузии, вот это вот распределение правильное, я правильно понимаю или нет? Да, Башкан, вернее президент ответил, что два вопроса, это внутренняя кухня Гагаузии, которая может решиться на уровне исполком народное собрание. Хорошо, господин Примар, если вы подняли этот вопрос президента, я так понимаю, что вы здесь его на местном уровне решить не можете, и не только вы, а весь Примарский корпус. Ну, к сожалению, у нас идут между Примарами определенные трения, даже я могу привести пример, между мной и Примаром Копчака, где Горизайн считает, что Чадрунга получает больше, он меньше, здесь очень много можно дискутировать, но все-таки должен быть орган, который должен поставить точку, мы можем долго спорить, и должны найти какую-то золотую середину, которая устроит всех. Но да, на первом месте должно быть, конечно, численность населения, количество детей, но есть понятие малокомплектные детские сады, как и есть понятие малокомплектные учебные заведения, которые получают дополнительные дотации, поэтому здесь сложно найти, конечно, золотой механизм, но, в любом случае, его должны искать не Примары. Ну да, ну и, наверное, и не Президент, а если это внутренняя кухня Гагаузии, это должна быть, я просто не раз слышал это, и господин Горизайн, был у нас в студии, говорил об этом, вот, и вы об этом говорите. И, в принципе, это вопрос, который волнует очень многих. Я просто не могу понять, почему на уровне Народного собрания и Исполнительного комитета как бы нельзя поставить, найти какой-то механизм, который устраивал бы всех. Неужели это такой сложный вопрос? Раз это нельзя сделать на уровне Гагаузии, тогда должен быть подход использован, то есть, я считаю, что хорошая практика, которая используется на уровне республики, почему бы ее не внедрить у нас также в Гагаузии, идти по этому же пути? Это же есть уже механизм, Министерства финансов. Что мешает Микринфе? Его не хотят применять в Гагаузии или что? Его не хотят применять в Гагаузии или в чем проблема? Ну, центр выделяет Гагаузии общей строкой, условно, там, 100 миллионов от ИО Гагаузии. Даже когда капвложения распределялись через парламент, вспомните, в прошлом году 15 миллионов леев. Мы чуть было их не потеряли в этих капвложениях, которые, опять же, для других населенных пунктов шли, конкретно цифра стояла, для Гагаузии это было 15 миллионов и очень долго шли, на уровне Народного собрания и с полкома дискуссии. И чуть было эти средства мы не потеряли. Вот эта программа «Европейское село», я так понимаю, что там немножко другой механизм финансирования, деньги даются не через Гагаузию, а напрямую в каждую премарию. Или я неправильно понимаю механизм? Я хочу сказать, что, во-первых, это очень хорошая программа. И то, что вначале было нам заявлено на уровне Агентства регулярного развития Гагаузии, которые нам проводили определенные семинарские занятия, тогда было четко заявлено, что не все премарии получат эти проекты. Будут выбирать наиболее грамотно подготовленные, подписанные, которые действительно отвечают нашим вызовам современным, где было сказано, где будут акценты, это энергоэффективность, это альтернативная энергия. И тот момент, что у нас с Гагаузией из 26 премарий 19 были отобраны, это говорит о том, что Гагаузии, я считаю, отнеслись справедливо. В том числе, Чадрунга, да, я понимаю, мэрии, которые не получили проекты, я не могу судить, что они были хорошие, средства будут выделяться на местах, и мы здесь будем проводить, вернее, средства будут находиться в министерство, но мы будем сами проводить процедуру проведения тендеров, мы ее уже, кстати, у нас буквально на следующей неделе будет тендер, мы выиграли проект на странице солнечной электростанции, это то, что сейчас очень актуально, то, что нужно нашей стране, нашему городу, мы ставим акцент на альтернативные источники, на энергоэффективность, соответственно, мы надеемся, что не будет проблем с финансированием, когда непосредственно объект будет уже завершаться и будет вводиться в эксплуатацию на уровне центрального бюджета Молдовы, и данная практика будет дальше каждый год внедряться, где будет определенная состязательность, не будет уровня нелегки, а чтобы каждый мэр понимал, что надо писать грамотно проект, получить финансирование и реализовать тот или иной проект на территории своего населенного пункта. Ну вот региональные власти считают, что деньги должны были распределяться в Гагаузии, вот как вы считаете, это правильный подход был бы или нет? Я, то, что нам дали возможность проводить тендера самим, то есть раньше были проекты, раньше, когда мы говорили, были Друмурбун, тогда тендера проводились на уровне центра, нас не привлекли ни к проведению работ, ни проверке качества, сейчас мы сами проводим тендера, единственное, что механизм, по факту, когда работы будут выполнены, финансы будут идти с центром напрямую подрядчику, через нас опять. То есть я не вижу проблем, и я не вижу здесь, какую роль могла играть региональная власть. То есть она к этим средствам считает, что никакого отношения не имеет. Это средства, которые идут напрямую через мэрии, и это, наверное, самое справедливое в духе децентрализации финансовой. Господин Примар, у нас же в Гагаузии по большому счету аналогичная программа была, ну не программа, это закона о капитальных инвестициях, и в первый год действия этого закона, там, по-моему, выделили около 90 миллионов лей или 80 миллионов лей на эту программу. Сейчас в рамках программы Европейского СИО это 71 миллион лей, это меньше, чем, как бы, в первый год реализации этой программы. Что случилось с этой программой? Почему эта программа не действует на уровне Гагаузии? Где она? Или действует? Мы через деньги. Мы свои деньги потратили, мы их проели с разными программами, и в итоге то, откуда деньги поступают в бюджет Гагаузии, с населенных пунктов в виде налогов и сборов, эти деньги до городов и сел перестали доходить, потому что на уровне региона шло состязание. Народное собрание одну программу и с полком другую программу. Мы в итоге пришли к тому, что ковид, война на Украине и бюджет перестал поступать, средства, плюс те средства, даже которые были, мы их сразу же пытаемся тратить на какие-то программы, которые я это называю как проедаловка, потому что если мы все средства будем тратить просто на проедаловку и не оставляя средства на развитие, то, что у нас происходит в последнее время в Гагаузии, то мы никогда не будем идти вперед. И как примар муниципе, я говорю, я на сегодняшний день на бюджет Гагаузии вообще практически не надеюсь. мы пишем проекты, спасибо, что мы где-то проигрываем, где-то выигрываем, нас отбирают. Это единственный сегодня шанс для нас развивать населенный пункт, поддерживать население. И у меня абсолютно я никаких иллюзий не питаю и не жду больше какой-то реальной финансовой поддержки с региона. То есть программа в этом году не работает, правильно я понимаю? Нет, программа в этом году якобы будет работать. То, что требуется, я знаю, что если закон о бюджете обжалован, хотя он на сегодняшний день действует, и там есть энная сумма порядка 17 миллионов с половиной на ковложение, но этот вопрос фактически продавило народное собрание, исполком не поддерживал эту идею и в том числе из-за этого бюджет был обжалован, но очень действующий. Мы на уровне совета приняли решение, куда направить данные средства, подготовили проект, отправили документы в исполком. Насколько я знаю, исполком, так как бюджет все-таки не отменен, он действует сегодня, приняло постановление о выделении средств тем примарьям, которые уже подали документы. И мы надеемся, что у нас там в Чадрунге положено чуть более полтора миллиона леев. Мы эти средства получим и направим их на капитальный ремонт дороги, которая ведет к самому крупному экономическому агенту нашему, Гагаузии. Это предприятие Транстест, которое отчисляет бюджет Гагаузии десятки миллионов леев. И мы эту проблему в течение трех лет никак не можем решить. И мы вынуждены в этой ситуации наше комплажение, которое положено с бюджета регионального, направить на реализацию этого очень важного для данного экономического агента проекта, где, я еще раз говорю, десятки миллионов леев идут в бюджет Гагаузии. Хорошо, а вот там были, по-моему, разговоры о том, что еще с прошлых лет не закрыта задолженность перед подрядчиками в рамках программы. У некоторых примеров, у нас задолженности нету региона перед нами. То, что связано с фондом возмещения контрибуции мы получили. Поэтому здесь я никаких претензий не имею к бюджету. И мы еще раз говорю, что надеемся только на средства собственного бюджета. И нету средств примара, советника, депутата, башкана, президента. Есть средства налогоплательщиков. Мы об этом всегда говорим. И говорим спасибо нашим жителям, экономическим агентам, которые оплачивают налоги и сборы. И говорим спасибо донорам. А доноры, средства доноров это тоже налогоплательщики Германии, Америки, другой страны, Польши. То есть мы не можем говорить о том, что Топал выделил какие-то деньги, Влах, Санду выделил. Это средства налогоплательщиков. В конечном счете. Это будет спрессивно. Ну, в одном случае средства налогоплательщиков выделяются на инвестиции и капитальные вложения, а в другом случае как вы видите не совсем. Поэтому и вопрос. К сожалению, здесь есть вопросы. Мы считаем, что самый справедливый принцип это количество на душу населения. Это уже доказано практикой закона о положениях и говорил о том, что на душу населения, исходя из численности населения, с учетом малых сел, где численность ниже, коэффициент немножко выше. Но, к сожалению, последние два года этот принцип не работал или вообще закон не работал, потому что мы заигрались в некоторых социальных проектах, вот этих состязаниях международным собранием и сполкомом. Кто больше программ внедрит и кто больше денег освоит, и чтобы ничего не осталось с мэриям? У вас есть шанс, вернее, надежда на то, что эта программа возобновится когда-то в Гагаузии? Программа капитальных инвестиций не возобновится, она будет как бы более такой... В этом году все предпосылки для этого есть. Закон на бюджете не отменен. В этом законе заложены средства на капитальные вложения для городов и сел. Мы приняли соответствие. То есть, процедура в этом году, слава богу, запущена. Да, если тогда первый год, когда закон заработал, мы получили около 5 миллионов леев, это была серьезная реальная цифра по тем временам, то сегодня это полтора миллиона леев, это если по ценам прошлых лет, это 700 тысяч леев. Но, скажем так, деньги надеемся, мы тендер уже провели, то есть, мы готовимся к проведению работ. Если по каким-то причинам все-таки бюджет будет отменен, то тогда мы средства не получим и по этой статье у нас будет задолженность перед подрядчиком, которую мы должны будем как-то изыскать средства у себя в бюджете, но, к сожалению, их там уже нет. Пока у нас надежда есть и то, что Народное Собрание приняло, надеемся, что мы все-таки закон о вложении в этом году заработаем. Если его отменят, тогда что? Тогда будет катастрофа. Для тех мэрий, которые объявили тендера, так мы планируем на следующей неделе начать работы. Ну а что будете, если денег не будет? Будем брать кредиты, закрывать, потому что сегодня подрядчика мы понимаем, если он работу выполнил и он идет в суд, он будет однозначно прав. то премария должна вывертся наизнанку, но должна рассчитаться. У вас в рамках вот этого, наверное, последний вопрос, да, в рамках программы Европейское Село вы получаете деньги на солнечные батареи, как вы сказали, да, и модернизация системы водоснабжения. Она, насколько я понимаю, у вас недавно была проведена. На что пойдут в данном случае деньги? Что имеется в виду под модернизацией? У нас чисто 5 миллионов аллеев плюс наша контрибуция от 4-7 тысяч, это строительство солнечной электростанции, нет там водоснабжения. У нас этот проект, это для нас новое. Мы надеемся с помощью данного проекта решить проблему нашего уличного освещения, которое фактически для нашего города будет бесплатным. То есть за счет вот этой электростанции, да? Да, альтернативная энергия, которая покроет нам затраты. На первом этапе мы планируем покрыть уличное освещение, второй этап будет уже мы работать будем по обеспечению альтернативной энергии наших соц. учреждений, детских садов, школы. И третий этап это будет уже надеясь, что мы до него доживем. Если правительство будет продолжать вот эту программу европейское село, скорее ее надо назвать не село, а европейский населенный пункт, чтобы не обижать города, то третий этап мы планируем, что мы сможем частично в том числе компенсировать уже населению малоимущим слоям повышенный тариф на электроэнергию. Господин примар, спасибо большое, что присоединились к нам и ответили на наши вопросы. Приятного вечера. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok